В ноябре 2015 года Комитет ООН по правам человека призвал власти Казахстана отменить приговор Мухтару Джакишеву. Комитет заявил, что во время суда и следствия были нарушены права гражданина Казахстана. Более того, Комитет рекомендовал оперативно до освобождения из мест заключения предоставить квалифицированную медицинскую помощь и обследование. Напомним, Мухтар Джакишев был арестован в 2009 году. Он был приговорен к 14 годам заключения по обвинениям в совершении коррупционных преступлений. 11 лет Джакишев провел за колючей проволокой в разных колониях Казахстана. Из года в год врачи наблюдали ухудшение состояния здоровья заключенного. Как отреагировало государство на призыв Комитета ООН по правам человека? Меня вывезли в Копчегайскую городскую больницу, провели там осмотр быстро-быстро в течение двух часов. На основании осмотра написали, что все нормально, осмотр проведен, жалоб нету и по мнению врачей все нормально. Государство, лишая свободы человека, обязано сохранить его жизнь и здоровье. Нет, это решение никак не сказалось. И до этого оказывалась вот такая медицинская помощь. После этого решения приблизительно такая же медицинская помощь. То есть сказать, что там резко вдруг у меня стали больше заботиться о моем здоровье, там нет, такое не было. То есть я вообще, честно говоря, вот это решение, оно не сильно сказалось. Ни на внутреннем распорядке, ни на чем. Было просто ожидание, которое, в общем-то, окончилось ничем. Согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, не оказание медицинской помощи приравнивается к пыткам. В этой связи правозащитники требовали от властей Казахстана прекратить пытки нелечением Мухтара Джакишева. 19 марта 2020 года бывший глава национальной уранодобывающей компании КАЗ Атомпром Мухтар Джакишев был освобожден условно-досрочно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова